здравствуйте друзья приветствую вас на своем канале меня зовут елена и сегодня по вашим просьбам по вашим вопросам я решила создать такое видео кето закупки все свои продукты для кето я покупаю в интернет-магазине озон озоном я уже пользуюсь полгода сейчас это вообще стало прекрасно так как у нас хотя же открылся склад озон то есть я плачу непосредственно за сам товар я не не плачу за курьерские услуги давайте начнем с кокосовой муки вот эта кокосовая мука 2 килограмма я ее брала за семьсот сорок девять рублей беру я ее уже второй раз она мне очень нравится она не горчит есть такой легкий запах кокоса но допустим выпечки он так не ощущается и заменяет довольно таки хорошо пшеничную муку если есть еще я добавляю туда псевдум как бы для загущения или там семена чья льна довольно таки вкусные хороший полезный хлеб выходит семена шелуха семени подорожника псевдум тоже я покупала там же на озоне он не вышел 500 рублей за 300 грамм тут 300 вот это хороший источник клетчатки очень полезный и мне кажется что я нашла его по приемлемой цене за что я хочу сказать дальше давайте о сахаре заменить его уже я тоже беру уже четвертый раз первый раз брала одну пачечку маленькая там было 400 граммовый или 500 или 250 грамм мне он очень понравился цена хорошая него надолго хватает но так как я решила делать все свою всю свою выпечку все вкусняшки все такое перевести на более полезные для своих деток поэтому я его стала покупать больше я нашла за 7 по 750 грамм за него я заплатила 546 рублей но вам скажу что его надолго хватает вот давайте посмотрите состав состав эритринол эритритол и стевия вот это хорошие тут 0 калорий 0 углеводов вот так что он довольно таки хорошо и и полезно арахисовую пасту недавно я делала рецепт на канале своем арахисовой пастой там он у меня был другой фирмы и он стоил за килограмм 590 рублей но я нашла на озоне то же самое тот же самый состав также без сахара без всяких добавок за эту арахисовую пасту за килограмм я заплатила 429 рублей сразу еще взяла две штучки так как дети постоянно хотят сладкого каких-то печенье какой-то выпечки поэтому вот я пользуюсь арахисовой пастой и цена довольно таки хорошая за 700 рублей 735 она мне в общем вышла дело в том когда вы того делайте закупку на озоне они там еще делают какие-то скидки очень удобно и удобно и экономно вот такая вот как кокосовая паста и и я взяла кокосовую пасту я взяла за 472 рубля я как-то брала она была дороже вот тут написан состав мякоть кокоса тут ровно килограмм очень хорошие я делаю конфеты смешиваю с шоколадом растапливаю внутри ложу дробленные жареные орешки и застывают все в холодильнике получаются маленькие конфетки очень много жира мало сахара и баловать детей есть чем что давайте за кокосу кокосово масло и потом расскажу миндаль миндаль ровно тут килограмм мне он очень понравился я делаю муку дело в том что я как-то пыталась купить миндальную муку но она мне показалась дорогой я решила покупать сырой миндаль и делать муку сама у меня есть процессор блендер которыми которым я могу перемалывать вот эти орехи и делать может если вам будет интересно я выпущу видео как я делаю миндальную муку за килограмм миндаля я заплатила 851 рубль кокосовую строжку кокосовая стружка это вообще что-то вот мне очень понравилось тут килограмм я за него заплатила 549 рублей вот очень хорошая чистая без мусора без ничего очень красивые сложенные вот структура вот красиво смотрится я недавно делала булочки с кокосовой стружкой я добавляю можно делать баунти все рафаэлки делать естественно не такие как они продаются магазине а кета то есть альтернатива на низкоуглеводку поэтому вот такая вот кокосовая стружка дешево и не нравится так сантовая камень для чего я его беру сантановый камень заменяет кукурузный крахмал я делаю сантановой каменью крема для тортов я делаю пудинги дальше в дальнейшем конечно на своем канале если вам будет интересно я буду выпускать вот эти вот все вкусняшки и я туда добавляю сантановой камень она совершенно безобидно и полезно вот так что хорошо для молочных продуктов морожене десертах либо булочных изделий напитков я добавляю даже оладушки тела я немножко добавила когда у меня не было псиллиума так что хорошие что же я оставила напоследок вот это кокосовое масло которое я взяла на озоне сразу скажу но мне не понравилось во первых когда я его вскрыла я не почувствовала этого аромата кокоса как вот он на самом деле дело в том что на ахербе на ахерб я заказывала вот такое кокосовое масло тут литр 600 вот у меня же заканчивается мне его хватило ровно на восемь месяцев я его добавляю поле проф поле не пробиваем кофе по утрам фью вы уже знаете и я добавляю на десерты вот когда я купила вот этот я открыла его кокосовое масло запах кокоса чистейший приятный аромат здесь я этого не ощутила я почему-то хотя отзывы очень хорошие по поводу кокосового масла но что-то я и какой-то вы знаете горьковатый запах такой вот вот ну не чистейший как у сходя на было и закрыта здесь пленочка на вкус я его не пробовала еще но вот запах мне не понравился за эту баночку я заплатила 399 рублей за ксантанову камедь я не помню говорил еще раз повторюсь 355 рублей тут 450 грамм вам хватит и довольно таки надолго если вы ее приобретете недовольна кокосовым маслом но как только буду заказ делать на еще естественно я закажу вот это ну а пока уж что делать больше нет у меня другой кокосового масла буду пользоваться что делаешь хотя отзывы хорошие нерафинированное кокосовое масло первого холодного джима все как и написано здесь но что-то вот запах ну вообще не тот не понравился так что девочки вот такой вот такие делаю закупки на озоне мне очень нравится этот магазин у нас открылся склад я плачу только за свои продукты которые заказываю поэтому если у вас есть возможность приобретать такие продукты на озоне если у вас еще есть склад очень рекомендую я довольна спасибо за внимание